Петербургская гостиница «Астория», построенная в начале 20 века, до сих пор не только стоит на своем прежнем месте, но и также, как и больше ста лет назад, продолжает принимать гостей северной столицы. Это здание, расположенное на Исакиевской площади, уцелело даже во время бомбежек в годы Великой Отечественной войны. Дело в том, что Гитлер запретил немецким летчикам сбрасывать снаряды на «Асторию». Как пишет Евгений Голомолзин в издании «Петербург пешком». Самые интересные прогулки по северной столице России, здание гостиницы «Астория», которое врезалось под острым углом в Исакиевскую площадь, было возведено в 1911 году под руководством архитектора шведского происхождения Федора Лидвале. Торжественное открытие отеля состоялось 23 декабря 1912 года. Первым владельцем «Астории» числился немец Отто Мейер, а первым управляющим – француз Луитерия. Именно при Терри петербургская «Астория» заняла верхние строчки в рейтингах отелей России. Недаром, если верить Оксане Усольцевой, автору книги «Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга», именно в «Астории» останавливались многие знаменитые личности как прошлого, так и современности. По словам Усольцевой, здесь снимали номеры писателей Герберт Уэллс и Михаил Булгаков, певец Леонид Утесов, балерина Майя Плесецкая, актер Ален Делон, шахматист Гарри Каспаров, генерал Антон Деникин, а также Владимир Ленин, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр и многие другие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Адольф Гитлер тоже положил на «Асторию» глаз, у фурера были грандиозные планы насчет здания гостиницы. Если верить автору книги «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде», уже в сентябре 1941 года Гитлер заявил, что Ленинград стал второстепенной целью и принялся готовить наступление на Москву. Фюрер был уверен в том, что судьба северной столицы предрешена. Именно поэтому он уже мечтал о предстоящем праздновании взятия города. По словам Соболева, торжественный банкет в честь этого события должен был состояться в лучшей гостинице города, то есть в Астории. Тем паче, что и местоположение здания, как казалось Гитлеру, было более чем удачным, на Дворцовой площади он собирался устроить парад. Вообще, у немцев все уже было расписано до мельчайших подробностей. По данным Кевина Уолкера, автора книги «The Grand Food Bargain and the Madler's Drive for More» с балкона Астории, Адольф Гитлер планировал произнести свою победную речь. Более того, как пишет в своей книге «Кольцо Гитлера» Владимир Титомиров, заранее были отпечатаны и пригласительные билеты на это мероприятие. Все усилия пошли бы прахом, если бы от отеля остались одни руины. По этой причине Гитлер и распорядился не сбрасывать бомбы на здание. Данный приказ германского лидера упоминает в своей книге «Номеры с видом», «Тайная жизнь гранд-отелей» и «Адриан Морби». Стоит отметить, что пока Гитлер строил планы на ленинградскую гостиницу, в ее здании располагался госпиталь, начальником которого был назначен Екатерина Шульман. По крайней мере, так утверждает на страницах издания по Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по северной столице на все случаи жизни – Андрей Гусаров. По словам Гусарова, в блокадные годы именно здесь лечились от дистрофии многие знаменитости из числа интеллигенции – ученые, писатели, архитекторы, художники и композиторы. Правда, немногим из пациентов Астории суждено было дожить до окончания блокады. Так известный архитектор Оскар Мунт скончался в стенах отельного госпиталя от истощения. Тем не менее, пышное торжество, о котором грезил фуррер, в Астории так и не состоялось. Ленинград выстоял и после войны вернулся к мирной жизни, так же, как и гостиница. Впрочем, в 1987 году Астория закрывалась на несколько месяцев на реконструкцию, зато вскоре предстала перед своими постояльцами обновленной. Сегодня, как отмечает Наталья Землянская в путеводителе «Петербург» в кармане, пятизвездочный отель функционирует, как и прежде. В Астории имеются 169 номеров, 86 из которых класса «люкс» и 6 президентских. Есть также библиотека, зимний сад, бизнес-центр, икорный бар, чайная комната, тренажерный зал. Продолжение следует...